Беларусь всегда рада гостям. Журналистам, которые правдиво и откровенно рассказывают о нашей стране, особенно. В этом году польские журналисты решили начать свое путешествие по Синекой с нашего города, приграничного Бреста. Пребывание на гостеприимной Берестейской земле оказалось насыщенным и, что немаловажно, продуктивным. Гости посетили свободную экономическую зону Брест, прогулялись по пешеходной улице Советской и эксклюзивной своими коваными фонарями Гоголя. Увидели много интересного и были приятно удивлены чистотой и порядком. Цель нашего визита – узнать о возможностях инвестирования, туризма в Беларуси, познакомиться с делами сельского хозяйства, заняться поиском интересных забытых объектов. В ближайшее время мы едем в Минск, где нас ждут коллеги, собираемся посетить тракторный завод и другие интересные места и учреждения. Потом отправимся в Гродно. Мемориал Брестской крепости «Герой» – священное место для того народа, который пережил ужас и страх Второй мировой войны. Поляки, как и народ Беларуси, потеряли сотни тысяч родных и близких. Поэтому побывать в городе над Бугом и не посетить цитадель просто невозможно. Прогуливаясь по мемориалу, любуюсь с сохранившимися историческими постройками, польские журналисты захотели посетить и новый интерактивный музей крепости. Экскурсия по залам, а также сама экспозиция музея войны и территория мира помогли гостям окунуться в тяжелые годы Великой Отечественной войны и еще раз услышать об истории достижения Великой Победы. Очень интересное место, историческое. Много людей это погибло. Несколько воен, мирных договоров, тогда большой памятник истории этого конфликта и жертв человеческих. Грустное место, да. Гости Польши отметили высокий уровень нашей инфраструктуры, красоту и чистоту города, да продушие его жителей. Следующий пункт следования польских журналистов – Гродничина и Минщина. Но уже сейчас можно сделать вывод – подобные встречи всегда полезны, ведь последующие статьи в газетах, публикации в интернете должны привлечь туристов в наш регион и в целом в Беларусь.